Ребят, всем привет! Как я обещал показать, как делается маршрут на электронке. У меня на судне называется электронка Maris EGDIS 900. Сейчас, если она не зависнет опять в очередной раз, то я смогу все от начала до конца, в принципе, вкратце рассказать. Давайте возьмем любой участок. Сейчас мы идем в Халсу, Норвегия. Найдем наш причал, в общем, конечную точку, куда мы подходим. Сейчас, в данный момент, у нас маршрут загружен. На этой электронке, допустим, есть такой нюанс, что, чтобы здесь что-то корректировать, надо из planning выйти в мониторинг мод. То есть, справа щелкаем два раза, переходим в мониторинг. Подтверждаем Yes. Все, теперь мы можем что-то делать. Можем, в принципе, даже менять уже активированный маршрут. Но мы его трогать не будем, естественно. А когда мы уже, допустим, пришли к причалу, мы просто нажимаем правой кнопкой мыши. Это правая у нас комплект Deactivate. И у нас автоматически на левом тоже деактивируется маршрут. Соответственно, мы можем что делать? Делать следующий. Road. Ничего сложного в этом нет. Допустим, давайте вкратце здесь вам покажу. Нам нужно отсюда перейти вот в этот район, где милое. Допустим, здесь какой-то причал. Если у нас уже есть в прошлом такой же маршрут, мы заходим просто в меню Load Unload Object называется. Открываем его. Здесь мы смотрим все маршруты, которые есть. Он грузит, грузит. Вот он загрузил все маршруты, которые есть. Допустим, он вот этот, второй маршрут. Вот именно в этот район, куда мы хотим идти. Нам же нужно знать подход, как в прошлый раз заходили, да? Чтобы, ну, для себя, ну и в принципе капитаны, которые постоянно здесь работают, они маршруты порой сами корректируют, поэтому им лучше старый вариант использовать. То есть щелкаем и Apply. Делаем Apply и ОК. Вот это я условно говорю. Все. И, допустим, он здесь появляется. Откуда-то там тоже, да? В милое. Вот. Все. Мы уже видим подход туда. Ну и, соответственно, отсюда начинаем уже строить маршрут в милое. Для этого нам нужно, опять же, зайти сюда в меню. New Road. Нажимаем левый. О, нифига, нас не заливает. Красота. Мы сейчас уже в подветренную, так скажем, сторону заходим. Это позже покажу. В общем, будем прикрываться берегом. Волна у нас получается сейчас юго-восток. Вот. И сейчас как бы уже последние волны, которые нас догоняют, они как бы почему-то выше обычных, которые были до этого. Так вот, возвращаемся, значит, create маршрут. Нажал я уже create маршрут. То есть мне остается только сейчас левой кнопкой мыши начать его строить. Буду рядом, чтобы было понятней, левой кнопкой мыши. Вот у нас мышка такая. Щелкнули раз. Появилась вот такая точка. И дальше ведем уже колесом вот этим, да? Она двигается. Щелк. Опять подтвердили. Левый. Хоп. Опять левый. Хоп. И пошли здесь. Глубины позволяют. Так, по-быстрому вам покажу. Хлоп. Хлоп. Ну, здесь он сам автоматически край сдвигает карты. Когда подходите уже к краю, то есть автоматически двигается карта. Все. В Милое мы приехали. Чтобы закончить это построение в данной карте, нужно правой кнопкой мыши нажать. И вот высадится такое меню. И тогда мы можем мышку поднять. И зайти вот в это меню. Где все маршруты опять же, да? Иначе нам и тут других вариантов нет. Только так. Заходим через меню. И просто нажимаем. Вот он у нас уже здесь появился. Куча цифр, дата, день. Apply. Apply. Грузится. Все, он у нас загрузился. Ушел куда-то вниз. Да, туда ниже. Подписанный. Вот он. Вот он есть с галочкой. Все. Нам, в принципе, он нужен. Если мы не хотим его, хотим его убрать, чтобы он нам не мешался, допустим, на данное время. Просто галочку убираем, нажимаем ОК. Apply и ОК опять. Сейчас просто ОК. Все, маршрут у нас есть. Мы можем его так же взять, активировать. Можем посмотреть road plan. Мы видим, у нас дистанция получилась почти 14,5 миль. Все точки, все координаты, все здесь есть. То есть, можем распечатать на флешку. Вот, пожалуйста, файл. Save as. И уже на флешку перегоняете. Также можно его, не можно, а нужно его переименовать. Можем здесь же его переименовать. Допустим, там, оттуда-то, туда-то. Это просто удаляем там. И пишем название, которое нам нравится. Подписываем так, как удобно. Вот. Ну и все. Но этот нам маршрут уже не нужен. Я вам показал, как сделать. Заходим. Сейчас я покажу, опять же, как мы его выгружаем обратно. Все, заходим. Я его даже называть никак не буду. Я его потом удалю. Кстати, его можно долетнуть прямо сейчас. Все. Хотя не буду рисковать, потому что у меня что-то маршрут еще загружен, да, здесь. Нет, я удалю только вот этот. Удалю только вот этот. Ладно, не буду рисковать, а то вдруг еще удалю, который загружен. Чтоб не экспериментировал. Ну, его нафиг. Просто выгружаю его, он мне не помешает. Все. То есть, поняли, да, чтобы сделать из одного порта в другой, желательно прошлые маршруты, из которого порта вы выходите, прошлый маршрут загружаете из этого порта в другой, и в который вы идете, из другого порта в тот, в который вы идете. Вот. И тогда начинаете строить уже по тем точкам, подходные, отходные. Это намного проще и быстрее будет вам. И бывают просто нюансы, как бы там, особенно по фьордам в Норвегии. Вот. В данном случае будет очень удобно. Так как мы сейчас идем в море, возвращаемся. Центер он шип. Масштаб. Помешаем. Вот. Все вроде рассказал основное. По меню здесь тоже все просто. Можете каждую мышку подвести, почитать. Вот. Ничего сложного нет. Также можно брать здесь дистанцию с точки или от судна. Допустим, у берега или... Ну, от судна и так автоматически ты можешь дистанцию и пилинг брать. Вот я курсор, пожалуйста. Либо вот это выбираешь, можешь с определенной точки тоже пилинг дистанцию брать. Левой кнопкой мыши все это делаешь. Правой clean chart убираешь. Все. Вот это основное. Корректура. Это отдельное видео у меня было. Вот. Тоже кто смотрел, тот примерно знает. Но это уже по приемке дел, там вам все расскажут. Также временно от ETC, сколько у нас встречается, тоже надо настраивать. Допустим, здесь в road plan тоже, да, заходим, когда уже активировали. Заходите в road plan. On, modify, timezone. Вот. И сколько у нас на минус 2 надо, чтобы было. Ну, уже откорректировано у меня. Вот каждая точка. Тут просто бывает сбивается, там минус 4, минус 6. Надо, чтобы все были минус 2. У нас на 2 часа разница с ETC. Вот это основное. Также здесь мы можем выбирать, куда нам, допустим, плоск. Так мы идем, идет капитан. До самого конца, до берега. Ну, у нас поставлена конечная точка, бев, подписал я ее. Вот. Переход 11 с утра 26 числа. Как-то так. Ну, дистанция сколько осталось. По информации здесь также видим наши текущие координаты, наш курс, который мы выставили. Вот. Постоянно скачет, да? Истинный курс показывает истинная скорость. Также в следующую точку. Сколько мы сместились вправо. 258 метров старборд. В правую сторону. Вот. Пейлинг на точку в нашу, в следующую. И дистанция 46 миль до следующей точки. И время, через которое мы достигнем. Также показывает время прихода в ту точку. Вот. Следующий курс. И также дистанция, сколько будет от следующей точки и до другой. Вот. Вот самое основное. Вот эти координаты, это наш курсор показывает. Допустим, надо там какое-то там место определить. Допустим, властмутскую станцию. Быстренько курсор наводим. Координаты эти списываем, сравниваем. Да. Смотрим по книжке, что все соответствует. Все правильно. Все, ребят. Надеюсь, самое основное вам рассказал. Всем спасибо. Всем пока.